Как противостоять общей угрозе и общим вызовам обсуждали в Риме президенты России и Италии. Но главной темой итальянского визита стало экономическое сотрудничество. Ведь из-за антироссийских санкций страдают обе экономики. Об этом Путин разговаривал уже с итальянским премьером. За последний год именно из-за санкций торговый обмен с Россией у Италии сократился более чем на четверть. Мой коллега Антон Верницкий тоже побывал на опенинах, наблюдал за переговорами. Он и расскажет, чего удалось достичь, несмотря на напоминание Риму из Вашингтона. Никакого экономического сотрудничества. На западном антироссийском фронте нельзя допустить никаких перемен. Визит Владимира Путина в Италию, как известно, страну Евросоюза, призывающую Россию продолжать совместное сотрудничество, совпал с опубликованием Европарламентом заявления, в котором тот не считает больше нашу страну стратегическим партнером. Это раздвоение сознания в Европе наиболее выпукло видно здесь, в Милане, на всемирной выставке Экспо-2015. Ее территория – это наш мир в миниатюре. У каждого государства свой павильон. Рядом Эстония, чуть дальше Германия, других европейских стран. Убрать российский павильон, перестав считать его стратегическим партнером, не получится. Так же, как и убрать Россию из Европы. Слишком много у нас общих связей между странами. И попытка Европарламента нарушить эти связи натыкается на правду жизни. Итальянский премьер тепло встречает Владимира Путина в Милане. А европейцы выстраиваются в очередь на всемирной выставке именно в российский павильон. 450 тысяч посетителей. Больше пришло только в павильон самих итальянцев, хозяев Экспо. Первое значение этого визита свидетельствует о том, что нет единогласия внутри Европейского Союза по поводу России. Конечно, Италия имеет ограниченные средства, чтобы выразить откровенно свою позицию, например, против санкций. Но, во всяком случае, может представить дипломатическим мостом между Европой и Россией. Понятно, что быть этим дипломатическим мостом Италия пытается не от хорошей жизни. Потери бизнеса в этой стране от антироссийских санкций огромные. Они исчисляются миллиардами евро. И вот приходится лавировать тому же премьер-министру Италии Матео Ренци между «семеркой» во главе с США, саммита которой он вернулся незадолго до встречи с Владимиром Путиным, своей партией, которая в Европарламенте поддержала резолюцию об исключении России из числа стратегических партнеров и желанием не остаться в глазах итальянцев окончательным губителем экономики своей страны. А настроение понятное. Вот итальянский депутат Матео Сальвини эмоционально рассказывает, почему он пришел в Страсбурге на заседание Европарламента в футболке с портретом Путина. Это футболка. Привет евроидиатизму. Надо быть настоящим идиотом, чтобы выступать против России. В Милане, где мы встретились с Сальвини позже, он был уже не столь эмоционален, зато конкретен. В результате санкций мы теряем тысячи рабочих мест и не менее 4 миллиардов евро. И страдает не только сельскохозяйственный сектор, но и другие. Это и кожгалантерея, мебельное производство, фармацевтика. Совершенно очевидно, что это не в интересах Италии, а нужно кому-то другому. Примечательно, что итальянский премьер Ренци и в своих выступлениях, и на итоговой пресс-конференции с Путиным так ни разу не произнес вслух слово «санкции», понимая, насколько острая реакция на него в самой Италии. Иначе не кричали бы ему соотечественниками «баста санкционит», что-то вроде «долой санкции» перед переговорами с российским президентом. Но о санкциях они с Путиным все-таки говорили. Мы говорили о санкциях, но очень приземлённо, что называется. Не в плане отмены, либо сокращения. Мы говорили о том, как эти санкции мешают развивать наши отношения. Вот у нас есть несколько проектов совместных, российско-итальянских, но они встали, не могут быть реализованы в связи с санкциями в отношении некоторых наших финансовых учреждений. Просто нужно искать выход. Или санкции отменяйте, или какие-то другие предлагайте инструменты. Если, конечно, хотите поддержать свои компании. Ну, мы партнёров найдём, естественно. Но мне кажется, что не следует отказываться от наработанных инструментов и от взаимовыгодных контрактов. Всемирная выставка в Милане в этом году посвящена продовольству. Рекордный урожай зерновых прошлого года позволил России, по словам Путина, экспортировать более 30 миллионов тонн. К тому же российский президент наглядно показал премьеру Ренце, когда они вместе посещали провильон нашей страны на Экспо, что и мясная продукция, и сыры, которыми так гордится Италия, у нас российского производства. Моцарелла из Владикавказа, пармезан из Татарстана. Причём то, что Россия найдёт партнёров и справится без помощи Европы, итальянский бизнес прекрасно понимает. И вот уже немецкое издание Bild пишет, что Сильвио Берлускони, лидер партии «Вперёд! Италия», бывший итальянский премьер, с которым Владимир Путин также встретился во время этой поездки, призвал парламент на следующей неделе рассмотреть вопрос об отмене антиразийских санкций, так как эту отмену поддерживают, по его мнению, не только подавляющее большинство итальянцев, но и общественное мнение всего континента. О чём именно договорились в Милане президент России и нынешний премьер Италии, они публично не рассказали. К тому же, действительно, Матео Ренци, которого его коллеги и так обвиняют в слишком частых контактах с Россией, навряд ли мог пойти в открытую против Берлина, Брюсселя, Лондона и Вашингтона. Но пассаж про футбол повторенный Ренци аж дважды в течение дня был откровенной шпилькой и тем, кто пытается в последнее время бороться с Россией на всех фронтах. В том числе и попытками отменить футбольный чемпионат мира 2018 года в нашей стране. Следующая важнейшая международная встреча, которая будет проходить в России, их будет много, но самое важное в 2018 году – это чемпионат мира по футболу. Я надеюсь, что я приеду вместе с итальянской командой, и мы доставим вам некоторые неприятности, если говорить о спорте. В свою очередь, Владимир Путин, отвечая на вопрос о своём отношении к саммиту «семёрки», которая ещё недавно была «восьмёркой», сказал, что не приглашение к разговорам России только вредит самим участникам этого клуба. У нас нет никаких отношений с «семёркой». Какие у нас могут быть отношения? Когда мы работали в этом формате, мы принимали участие в обсуждении, в подготовке каких-то итоговых документов, которые, кстати, не носят обязательного характера. Но мне казалось, что в этом был какой-то смысл, потому что мы хотя бы представляли какую-то альтернативную точку зрения. Ну, наши партнёры решили, что они в этой альтернативной точке зрения не нуждаются, это их решение. Но это же не организация, это так клуб по интересам. После этого российский президент отправился в Ватикан. Встреча с Папой Римским была примечательна реакцией на неё западных политиков. За сутки до встречи американский посол в Ватикане порекомендовал Папе Римскому Франциску, словно своему подчинённому, жёстко поговорить с Путиным и не доверять ему. Реакция российской стороны на это не заставила себя ждать. Это такое новое, с нашей точки зрения, новое слово в мировой дипломатической практике. Безусловно, скажем так, учить Папу Римского чему-то и претендовать на то, чтобы быть вправе учить Папу Римского, это дело очень ответственное. А если серьёзно, то, наверное, это выпиющий случай попытки подавлять суверенитет других стран. По-другому охарактеризовать это нельзя. При этом западные средства массовой информации, дружно отметив, что президент России и Папа Римский встретились позже, чем это намечалось, также дружно проигнорировали подарок Франциска Владимиру Путину. Медаль с изображением ангела. Эта медаль, которая была чеканена в прошлом веке, изображает ангела. Он защищает, приносит мир и справедливость. Здесь есть текст, в котором размышления о том, что Евангелие нам приносит свет в жизнь и радость. И там есть геополитические размышления о нас и о нашей жизни. Одним только жестом с подарком и словами «Я молюсь за вас» Папа Римский Франциск дал понять, что у него свое видение ситуации в мире, и он не разделяет усердно выстраиваемый на Западе образ агрессивной России, лидеру которой он подарил медаль миротворца. Антон Верницкий, Павел Волконский, Надежда Каширская, Виталий Зайцев. Первый канал. Италия.